Друзья, если у вас дома залежался творог, то немножко с просрочкой, вот сколько здесь, вот 11 февраля, то есть с этого можно очень оперативно сделать ленивые вареники. К вареникам они, конечно, отношения мало какое имеют, но то, что ленивые, это точно. Можете засекать время. Я не профессиональный повар, на кухне последний раз был сто лет назад. Я так примерно буду. Здесь грамм 200, наверное, пачка. Вот еще вот этот тоже, уже срок кончается, можно выгрести. В общем, как трое в лодке, не считая собаки, готовили ирландское рагу. Все, что осталось в холодильнике, все в него. Весами я особо не баловался точно взвешивать. Вряд ли что будет возможность у меня. грамм 400 получилось творога, может 300. Пару яичек разобьем в него. Пару яичек. Соль. Ну, соль на глаз вот так вот послили. Так. А вот сахарку лучше не жалеть, так как вот эти все гиетические творога, которыми питается жена, они совсем не сладкие. Лучше пару ложечек таких положить в сахарку. Тоже можно побольше. Хуже не будет. Будет только вкуснее. все равномерно перемешиваем. Можно, конечно, блендер взять, но не хочется разворачивать, потом мыть его. Лень. В общем, они ленивые, так что ленивые делаем. Эти комочки, конечно, лучше разбить в блендере, но и так сойдет. Теперь достаем муку и добавляем понемногу муки. Муку и добавляем понемногу муки. Муку и добавляем понемногу муки. Четыре ложки мало. Пардон, четыре. Пятая. Шестая. Муку и добавляем. Муку и добавляем. Продолжение следует... Вот так вот перемешали, потрогали, смертельно не липнет, значит нормально. Повторяю, профессионализм от меня не ждите, чисто по интуиции. Я люблю готовить по интуиции. Так, вот получили тесто. Теперь берем досочку. Посыпаем ее мукой. Ну и для оперативности, вот в кастрюльку воды наливаем, пол кастрюльки. Ставим пока кипятится. Так, тесто можно взять рукой, вот так вот. И вот так вот раскатать. Так, чувствую, что муки надо добавить еще немножко. Так что возвращаем эту лепешку обратно в мясильню. И добавляем еще муки. Так. Так. И добавляем еще муки. Так вот использую. Так. Так вот и надеждаю. Так вот, конечно. Здесь мы поднимем крючок. Так вот получается. Так вот здесь. А. с первого раза не получилось на ощупь я думаю сейчас будет нормально пустота вторая попытка рассказать уже получше от рук отваливается да ну вообще прелесть колбаску откроем где-то до сантиметра если видим что толстая вот так вот пополам и и поделили одну в сторону катаем половинку так одна готова вторая готова в сторонку кладем чтоб не мешали муки освежим немножко следующую порцию опять пополам не люблю их толстыми это дело вкуса так ну вот получилось у нас вот такие четыре колбаски здесь за красотой следить не обязательно и вот так вот ножом их нарезаем такие подушечки получаются и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...